Всем привет! Сегодня мы приготовим вот такие аппетитные батоны. Тесто я приготовила заранее, тесто дрожжевое. Ссылочку на тесто я оставлю в описании. Подготовленное тесто мы делим на две примерно равные части. Я это делаю с помощью весов, чтобы батоны во время выпечки получились одинакового размера. Данное количество теста я делю на две части. А после немножко обминаю колобочки. Примерно вот так. Из данного количества теста, тесто у меня килограмм, я выпекаю два большие батона. Можно сделать три-четыре небольших батона. Кому как удобно. Я делаю два. Примерно по пол килограмма веса. Теперь подготовленное тесто мы сформуем в батоны. Тесто я разминаю руками. Можно раскатать скалкой, но не очень тонко. Вот примерно так я его разминаю. Вот до такой примерно толщины. Теперь мы будем формовать батон. Скатываем наше тесто рулетиком. А затем получившийся шов я защипываю. И немного обкатываю на столе, чтобы придать ему более удлиненную форму. И укатать шов. Примерно вот так. Секунд двадцать. Можно поменьше. Я формирую батон по длине противня. Вот такой батон у нас получился. Теперь будем подготавливать другую заготовку. Вот так наши заготовки выглядят на противне. Теперь мы подготовленные заготовки накрываем полотенцем на 30-40 минут, чтобы наши батоны увеличились в размере. Итак, прошло 40 минут. Вот такие батоны у нас получились. Тесто хорошо поднялось. Теперь мы подготавливаем ингредиенты для смазывания наших будущих батонов. Нам понадобится полторы-две столовые ложки воды, одно яйцо и кисточка для смазывания батонов. Итак, так как я снимаю одной рукой, у меня не получилось показать, как я отделяю желток от белка. Я в данное количество воды добавляю один желток и размешиваю его до полного растворения. Вот примерно до такой консистенции. А теперь мы будем смазывать наши будущие батоны. Батон смазываем со всех сторон. Они после выпечки получатся глянцевые, как на картинке. И очень красивые. Вот примерно так у меня получается. Батоны я выпекаю часто. Мои домашние их очень любят. Они долго не черствеют. Получаются очень мягкие, нежные. Их можно кушать с маслом, делать различные бутерброды, гренки. И просто так. С йогуртом или с молоком. Можно с чаем. Тесто получается очень воздушное и не крошится. Вот. Мы смазали наши батоны. А теперь делаем сверху на батонах небольшие надрезы. Надрезы, чтобы они были более ровными, нужно делать лезвием. Если у вас есть под рукой. Или очень острым ножом. Вот так. Вот такие батоны у нас получились. Теперь наши заготовки мы отправляем в духовку. Разогретую. У меня до 200 градусов. На 20-25 минут. А вы температуру регулируйте по своей духовке. Температура для выпечки батонов 180-200 градусов. Мы отправляем наши батоны в духовку для выпекания. И ждем 20-25 минут. Наши батоны готовы. Можно доставать. Вот такие румяные получились батоны. И очень ароматные. Вот так вот еще они увеличились в духовке. Вот такие большущие получились. Аромат необыкновенный. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Всем до новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok